Майские грузы в этом году, видимо, решили пройти в один день. Чиновники отмечают очередной рекорд. В городе выпало 49 мм осадков всего за пару часов. Последний раз май преподносил такой подарок 58 лет назад. Для того, чтобы наглядно это можно было представить, это 50 литров воды, вылитые ежеминутно на 1 квадратный метр поверхности. Естественно, что с таким большим объемом воды, с таким объемом выпавших осадков не в состоянии мгновенно справиться ливневая канализация. Несколько улиц в центре города традиционно скрылись под массивным слоем воды. С ночи на дорогах дежурили коммунальщики и готовили ливневки к возможному испытанию на прочность. Но такие потоки дождеприемники не выдержали. Пришлось чистить их вручную и во время, и после ливня. На подъездах к затопленным улицам дежурила полиция и перенаправляла авто. Но коллапсы и аварии избежать не удалось. По всему городу на дорогах были пробки. Машины тонули в лужах. Воспользоваться общественным транспортом также было проблематично. В ограниченном режиме работали сразу семь трамвайных и троллейбусных маршрутов. Одесситы же вновь восприняли форс-мажор с юмором. Не обошлось без надувных лодок на дорогах и рыбалки на пересыпи. Пацаны, как рыбалка. Нормально? Ближе к обеду ситуация нормализовалась. Как только дождь стал менее интенсивным, вода начала отступать. Первым свой пост покинул патрульный экипаж на Химической. Позже было возобновлено движение и на Приморской. Сейчас ситуация стабильна и у Приморского рассюда. Словно известная река Балковская вновь превратилась в улицу и движение на дороге стало куда более интенсивным. Правда, пережить ливень удалось не всем. На Балковской героически пал асфальт. Сдутие и промоины образовались прямо посреди дороги и задели зебру. Вероятно, не выдержала канализация. Аварийный участок заботливо оградили двумя молодыми деревьями. Но если в Одессе дожди воспринимаются как стихийное бедствие, фермеры смогли вздохнуть с облегчением. Засуха, которая уничтожила почти весь урожай озимых, наконец отступила. Синоптики прогнозируют дожди на протяжении еще нескольких дней, но уже послабее. Лилия Горопашная, Константин Нищерет, телеканал Репортер.